Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Леон. Сейчас я хочу поговорить про то, что говорит Зеленский про возрождение Украины, про то, что она войдет в НАТО, про то, что войдет в ЕС, про то, что она там будет суперкрутая, мощная держава, как Зеленский поет песенку, хотя это все бред. Так вот, во-первых, сейчас Украина станет еще хуже. Дело в том, что газ кончился, как я и говорил. Им еще хватит, ну, до конца этого года газа. Сланцевый газ они настраивают, но еще не настроили, они будут добывать от Северного потока, они отсказались от России, они отказались, так как называют Россию, врагами. Так что народ будет делать простой. Простой народ будет опять пилить, скорее всего, баллоны на буржуйки, потому что как только сланцевый газ начнется, он будет не в таких больших количествах, чтобы отапливать всех. Некоторые города, соответственно, останутся без газа, потому что и тот газ, который им дала когда-то Россия, он уже кончился. У них пусто. Там осталось, ну, месяца на три, на четыре, это сам Зеленский говорит. Вот. Поэтому будем опять пилить баллоны газовые для установок буржуек, как это было 16-й, 17-й, 15-й год, когда газа в стране не было, после чего им, я не помню, вроде Россия дала газ. Вот. Европа газ им давать не будет, потому что они сейчас кричат против Европы, что зачем вам Северный поток-2, санкции, санкции, навешивайте санкции. А Европа и США боятся добывать сланцевый газ, потому что у них такие катаклизмы начинаются. Из-за того, что они вот этот сланец добывают, хотя сланец является, можно сказать, пленкой, которая держит более горячие, такие вот мощные породы под землей. Что может, если добывать постоянно сланцевый газ, сланец кончится и начнутся катаклизмы. Опять же, ту химию, которую они вливают, из-за этого страдает природа, так еще и люди страдают. Так вот. Никакого возрождения Украины не будет. После Зеленского придет пророссийский президент. Мало того, что он будет пророссийский, так он еще будет подослан из Кремля. И его будет основная задача, это распилить Украину. То есть развалить Украину. От Одессы до Харькова, Донбасс и вот эти вот, ближе которые к России части, они перейдут, соответственно, к РФ. Остальное там поделится между, кто там рядом, Польша. И вот эти вот все поделят остатки. Вот поэтому никакого возрождения Украины можно не ждать. Там еще как бы не были госперевороты. Спасибо за внимание.